Всем известно, что японцы славятся своей креативностью и особым способом мышления. Но мало кто знает, насколько эти люди ценят общественное уважение и творческий подход в любой жизненной ситуации. Однако они обходятся здесь и без некоторых странных вещей, которые покажутся дикими абсолютно каждому. И в сегодняшнем новом выпуске вы узнаете о необычных фактах Японии, которые повергнут вас в шок. Заряжайтесь нашей уютной теплой атмосферой, наливайте чаек, Ну а вы, как всегда, на канале ТОП ФАКТС. Приятного просмотра, погнали! Половое созревание В Японии, достигнув возраста 13 лет, девушка может на законных основаниях соглашаться на интимную близость. И да, вам сейчас не послышалось. Патриархат Так уж сложилось, что в японском обществе главенствующие роли принадлежат мужчинам. В заведениях и организациях первыми обслуживают именно мужчин. Продавцы магазинов сначала приветствуют мужчину, и уже только потом женщину. А что касается кафе, то представители сильного пола первыми делают заказ и первыми получают напиток. И как вы поняли, только потом обслуживаются дамы. Зависимость от гаджетов Японские врачи бьют тревогу. Ведь в этой технологически развитой стране роль электроники превысила все допустимые уровни. Современные молодые люди в этой стране вообще никогда не расстаются со своими телефонами. Они просто в буквальном смысле ходят, уткнувшись в экраны своих смартфонов. И все это привело к тому, что в Японии создали сеть специальных реабилитационных центров, где гаджеты зависимых лечат подобно наркоманам. Гольфы и длина юбок По нашей информации, японские школьницы совсем не носят колготки. Можно увидеть толпы девушек, идущих в школу в гольфах и юбках. Кстати, длина юбки зависит напрямую от их возраста. Чем старше девушка, тем короче юбка. Чаевые. В Японии действительно не принято оставлять чаевые. Более того, лишние деньги, оставленные за эту услугу, в этой стране воспринимаются как оскорбление. А все дело в том, что пока клиент платит назначенную сумму, он с продавцом или обслуживающим персоналом находится на равных. В то время как деньги, оставленные сверху, обесценивают услугу и воспринимаются как подачки. Массовые тренды. Тренды в Японии действуют по принципу тайфун. Налетают стремительно и также быстро затухают. Однако пока продукт популярен, на нем зарабатывают сумасшедшие деньги. Трендом в Японии может стать все что угодно, от необычной еды до покраски подмышек. Обычно популярность длится не больше года, а через два уже никто и не вспоминает про никогда модную вещь. Но тем не менее в момент бума на тренде делают колоссальные деньги. Ведь за ним выстраиваются километровые очереди из желающих обзавестись этой модной штучкой. Сексуальные домогательства. Ощупывание девушек в общественных местах для мужчин как своеобразный вид спорта. И из-за огромного количества жалоб в городах даже запустили вагоны метро, предназначенные исключительно для женщин. Но и это их никак не спасает. Ведь жертвой вояриста можно стать в торговом центре или прямо посреди оживленной улицы. Высокий уровень самоубийств. Япония – это настоящий лидер в мире по количеству самоубийц. Покончить с жизнью тут могут за компанию или всей семьей, если так решит главный представитель семьи. Согласно данным статистики, ежедневно из жизни добровольно уходит 60 японцев. И чаще всего причиной самоубийства становится усталость из-за переработки. После Второй мировой войны премьер-министр Сигару Йосида ставил приоритетом послевоенное восстановление экономики. Он договорился с крупными корпорациями, чтобы те предоставляли работу пожизненно в ответ на лояльность сотрудников. И как раз таки из-за того, что там нельзя добровольно уволиться, часть очень уставших работников убирает суицид. Кристально чистые канавы. В водостоках Японии настолько чисто, что там плавают рыбки. От этой японской фишки просто без ума туристы. И все с интересом останавливаются у канав, чтобы полюбоваться красивыми рыбками. Да и сами японцы зачастую за ними присматривают. Ведь если они умрут или исчезнут, значит дела плохи. Характер по группе крови. Так же как у нас характер определяют по гороскопу, в Японии это делают по группе крови. Жители этой страны уверены, что группа крови напрямую влияет на характер и судьбу. И именно поэтому все не знают свою группу крови. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал Топфактс и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать все самое интересное. Спасибо всем за просмотр и заоценивайте предыдущие топовые выпуски.